Видео не является призывом действий. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И сегодня в очень коротком видео посмотрим, какую биржу выбрать для себя, чтобы держать свои криптоактивы, торговать или заказать криптокарту и так далее. Я буду пользоваться CoinMarketCap и тут есть такой некий топ бирж, что использовать. На самом деле я пользуюсь приблизительно первой топ 11 бирж, чем я так или иначе как-то хоть связан. Но очень тесно я пользуюсь первых трех. И на самом деле, если вы начинающий какой-то криптоэнтузиаст, я вам прямо советую, дальше этих трех не лезьте. Потому что, во-первых, вы должны понять одно, что криптобиржа, неважно какая, топ 1, либо топ последний, они никто не являются надежным местом держать свои активы. Но, тем не менее. То есть, деньги все равно принадлежат бирже, если вы туда их переводите. А дальше уж решать вам самостоятельно. Давайте я теперь быстро выскажу это лично мое мнение и не более. Это может быть абсолютно не может быть похоже на ваше мнение, но, тем не менее, я ее выскажу. Начнем тогда из топ 1. Это биржа Bybit. Что я могу сказать про биржи Bybit? Bybit является вообще бесспорно топ 1 биржи по ликвидности. Что это означает? Что если вы хотите сделать какие-то быстрые покупки, продажи криптовалют, что на Bybit они, скорее всего, произойдутся самые быстрее. И если вы там хотите купить какие-то монеты, тогда на Bybit это делать тоже максимально безопасно, поскольку попасть на листинг Bybit не так уж просто, и значит меньше вероятность, что вы попадете на какой-то шиткоин. То есть, тут более проверенные монеты. Но, тем не менее, что мне не нравится в Bybit, во-первых, раньше я пользовался их криптокартой, но его уже не поддерживают. То есть, нет у них собственной криптокарты. Что для меня был очень важный аргумент. В минусах еще то, что их постоянно прессуют разными санкциями, скажем так. И прямо сейчас у них поменялся руководство. Для меня это огромный минус. То есть, Binance стал подручным влиянием Америки. Прямо вот так скажем. И теперь уже нету такого, что они независимые биржи, они будут просто выполнять все приказы, что им говорят. Это, на мой взгляд, огромный минус. Что еще минус у Binance, на мой взгляд? Они настолько большие, поскольку они на первом месте и очень большим отрывом. Это то, что они абсолютно уже не борются за клиентами. То есть, так или иначе, кто связан с криптовалютой, так и так рано или поздно попадет на Binance. И им абсолютно все равно, как вы туда попадете. Что для этого надо делать и так далее. И в связи с этим, тут очень мало стало о разных аэродропах, лауншпадах и вообще таких, ну, скажем, бонусов. И практически уже нет на Binance. И когда был спад рынка, Binance практически вообще ничего не устраивал. То есть, получить шагные денег было тут невозможно. Так, итог. Binance подходит вам отлично, если вы живете в Европе. Потому что Binance стал, я уже сказал вам, подкаблучником Америки. И то есть, ушел из России. И это, скорее всего, не первый его уход от какого-то страны. Но если у вас там большие капиталы, и вы живете в Европе, и хотите, чтобы было бы много ликвидности, и покупать только надежные монеты, тогда Binance это для вас. Ну, если вам не интересно никакие, ни бонус, ничего. Так, идем дальше. Топ-2. Bybit. Чего из себя представляет Bybit? Bybit, во-первых, тут есть криптокарта. Что вот тут? Для меня очень это важно. То есть, вся криптовалюта, что я тут зарабатываю, я могу сразу же обналичить через карту. Никаких переводов мне не надо делать. Что мне еще нравится на Bybit? Тут нет никаких ограничений по национальности. То есть, они абсолютно никак не касаются политики. Во всяком случае, что творится сейчас в Европе, в России, и еще некоторые страны, что в принципе не хочу называть, чтобы не было бы потом какие-то недоразумения. Они этого не касаются. Поскольку биржа зарегистрирована Арабских Эмиратов, они вообще страна в стране, и их не колышет вообще, что делаем мы тут. Что мне нравится еще на Bybit? Такое количество бонусов, как на Bybit, я не знаю вообще нигде. Ни на одном рынке. То есть, тут можно получать огромное количество халявных денег просто за то, что вы их не клиент и заводите сюда иногда деньги, торгуете. И если вы еще, например, не клиент, переходя по моей ссылке, вы еще получите отдельные дополнительные бонусы. Какие бонусы вы увидите, это смотря мои другие видео. Это огромный плюс. Потому что тут прямо есть такой раздел, как разные награды. Идешь и просто... Это просто бомба. Тут наградов настолько много, что бонусный центр прямо нажимает, и приходит задание, и можно несколько сотни долларов получить вообще на халяву. Это огромный плюс. Карта, халявные деньги. Да, сюда очень часто листится новая монета. Но поскольку нам их раздают бесплатно, ну, пускай листится, скажем так. Так что, Bybit, бесспорно, номер один в моих глазах. Я его пользуюсь очень активно. Всеми его ресурсами, банкингами, торговлями, ботами и так далее, и так далее. То есть, если вы новичок, у вас не очень большой депозит для начинания. Но Bybit это просто для вас идеальный. Потому что тут можно, начиная с 100 долларов и используя все бонусы, ну, действительно умножить свой капитал, если не глупить, скажем так. Так что, Bybit отличная биржа для тех, у кого небольшой капитал, кто только начинают и кому нравятся разные розыгрыши, бонусы и так далее, и так далее. Да и последний. Это у нас Okix. Okix на третьем месте тоже ликвидность абсолютно неплохая. Но про Okix очень коротко. Мне он просто не нравится. Я его пользуюсь только потому, что, ну, как сказать, это необходимость. Какой необходимость? Okix единственная биржа, что я лично знаю, где можно делать более 100 суп-аккаунтов. То есть, аккаунтов под аккаунтами. И это очень полезно, если занимаетесь разными ретро-дропами. И все. Я больше, на самом деле, эту биржу и не пользуюсь, чем только ради суп-аккаунтов и делания ретро-дропы. И все. Так что, если вы знаете, что такое ретро-дропы и как их проходить, тогда вот Okix тоже для вас очень и очень полезная биржа. Так что, вот так, маленький обзорчик, какую биржу выбрать. Каждый может выбрать самостоятельно. Если у вас много денег и вы живете в Европе, Binance. Если, не важно, где вы живете, вы любите бонусы, всякие розыгрыши, дополнительные деньги. То есть, ну, бонусы. И не имеете очень большой стартовый капитал. Ну, для вас байбит. И, естественно, Okix, я уже сказал, если вы любитель разных ретро-дропов. А остальных, ну, пока что, пока вы только начинаете, я бы не лез бы. А вот там время покажет, понравится. Уж сами будете смотреть, где есть свои плюсы и минусы. И еще раз повторяю, для тех, кому интересно именно бонусы. В описании вы найдете байбитовскую партнерскую ссылку. Не реферальную, а именно партнерскую ссылку. В чем разница? По партнерской ссылке вы получите просто максимум бонусов. А с вами был, как всегда, я Ролан Морозов. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Друзья, зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok